Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. При выбросе хлама главное не начать его рассматривать. Для начала все ткани разберем по кучкам, по цветам и приготовим куски ткани основы. Теперь в каждом кусочке найдем середину и в центр поместим самый красивый и блескучий лоскуток. Ну а дальше уже полная фантазия. Пришили лоскуток к одной стороне центральной детали, отогнули, закрепили строчкой. Можно прошить еще раз. Потом прикладываем следующий кусочек. Также прошиваем, отгибаем и закрепляем. Это наша любимая техника Крейзи. В одном блоскутном блоке хорошо смотрятся оттенки одного цвета. Все красные и оранжевые тона. Я себе придумала, что это или прекрасные розы, или огромные драгоценные камни, рубины или гранаты. И они сияют и переливают. В работе у меня были ткани разного качества и плотности. И хлопок, и тонкие подкладочные ткани, и шелк, и трикотаж. Но так как я их шью по основе, они прекрасно себя ведут, ложатся ровно. Сейчас все заготовки тщательно проутюжим и приступим к самому важному этапу выравниванию. Шили мы по основе, но все равно все тщательно промеряем и отрезаем лишнее. Вот это очень важный процесс, потому что если какой-то блок будет другого размера, то все полотно может перекоситься. Смотрите, заготовки получились яркие и красивые. Дальнейшая работа с ними самая простая. Размер блоков получился 27 на 27 сантиметров. Но у меня нашлись куски плотной портьерной ткани. Очень светлой и очень темной. Выкрала из нее длинные ленты шириной 10 сантиметров. И дополнительно из светлой ткани нарезала квадраты размером 10 на 10 сантиметров. На каждый блок надо по два таких квадрата. Точных размеров не даю, потому что каждый человек шьет со своим припуском на швы. И еще многое зависит от качества самой ткани. Но объясняю, что нам надо. К темной полоски пришиваем светлый квадратик. Ткани у нас подвижны, поэтому шов дополнительно отстрачиваем. А вот уже теперь можно приложить эту полоску готовой цветной детали и отрезать нужную длину. И потом пришиваем эту полоску с одной стороны цветной детали. Затем это соединение также разворачиваем и отстрачиваем. Дальше мы по такому же принципу закрываем и другую сторону цветной детали. Конечно же везде должна быть двойная строчка. Все детали надо будет тщательно проутюжить и подровнять. Видите, они все получились с темным уголком. Немного увеличим размер заготовки. Со всех сторон обошьем полосками светлой ткани. Сами видите, с обратной стороны заготовки у нас остались открытые швы. Закроем их куском утеплителя. У меня это шерстепон. Зацепим все английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. И простегаем. Стежку сделаем декоративным швом. У нас задача скрепить слои ткани, чтобы ничего не сдвигалось. Музыка 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 Аккуратно закрыто. А теперь сделаем заднюю часть нашей декоративной наволочки. Приготовим два куска ткани. Один большой, другой поуже. Естественно, один край сразу же обработаем подгибкой. Первым делом пришьем большой кусок. А уже потом узкой деталью закроем вход в наволочку. Остается только вывернуть получившуюся декоративную наволочку и вставить внутрь небольшую подушечку. Мои самые внимательные зрители помнят это лоскутное покрывало парящие квадраты, которые мы шили чуть раньше. А теперь к ним добавились декоративные подушки. Две штуки. Получилось очень эффектно и красиво. Вот вам и лоскутное шитье. Очень оригинально и современно. И никто не скажет, что это прошлый и позапрошлый век. Лоскутное шитье. Эффект 3D. Цветные квадраты парят в воздухе. Вот такие мы мастерицы. Художники рисуют красками, а рукодельницы создают шедевры из лоскутков ткани. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес. Чудите сами. Поделитесь этим видео во всех соцсетях. Заходите в наши группы ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok